Приветствую вас. Весь мир борется с пандемией, которая вызывает инфекционное заболевание легких коронавирусом. Однако число инфицированных новым вирусом в мире с каждым днем все еще стремительно растет. Например, в США за сутки зафиксировано около 60 тысяч случаев, а в России более 13 тысяч. За последние сутки в Грузии выявили 523 новых случаев коронавируса. И на 11 октября в стране число инфицированных новым вирусом составило 11 794. Из них вылечили 6 327. Скончались 85. 11 октября в матче Лиги нации УФА, который состоялся на нейтральном поле в Польше в городе Техи, национальные сборные Армении и Грузии по футболу сыграли в ничью 2-2. За несколько минут до окончания матча Армения получила право на пенальти и сравняла счет. В итоге сборная Грузии на турнире провела 10 матчей, прошлый розыгрышей нынешний, которых одержала 7 побед и 3-жды сыграла в ничью. Только Грузия и Португалия еще не проигрывали в Лиге нации. Следующий матч в рамках Лиги нации УФА сборная Грузия проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии. Работа детсада в Поте, регион Самегрелу, Зимосванетти, возобновится 12 октября. Власти Швейцарии включили Россию и Грузию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. В связи с этим, с 12 октября Швейцария вводит карантин для прибывающих из Грузии и России, которые должны пройти 10-дневную изоляцию. А в течение максимум двух дней после прибытия в Швейцарию приехавшие должны оповестить власти кантона по месту проживания и следовать их рекомендациям. Несмотря на соглашение об установлении прекращения огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях с 12.00 10 октября, все же 10 и 11 октября стороны продолжили наносить ракетные удары. Прекращение огня было установлено в гуманитарных целях. Зарплата у медперсонала в Грузии, включенных в борьбу с пандемией, увеличивается на 50%. Удачи всем! Субтитры создавал DimaTorzok